Я хочу представить вам работу наших взглядов в сфотографии. Мы работаем сейчас в нескольких направлениях, но все они связаны по сути с нам материалом, с их разработкой, применением и изучением. Поэтому сегодня мы с вами поговорим в первую очередь о том, чем важны нам материалы и как мы можем изучать. Итак, я думаю, что те из вас, кто из старших курсов, в старших курсах хорошо знают эту картинку. Есть предметы, которые мы хорошо различаем вооруженным образом. Они могут вставлять сантиметры или метры, метры. Для того, чтобы различить эти предметы как клетка человеческого тела, нужен микроскоп. Но даже микроскоп не способен различить нанообъекты, например, ЛДНК или отдельные атомы. Зачем нам интересны материалы на этих размерах? Меняется соотношение поверхности к объему. Мы встретим, например, на этот курс. Размером 1 на 1 на 1 сантиметр. Какое будет соотношение поверхности к объему у этого курса? Размером 1 на 1 сантиметр. Размером 1 на 1 сантиметр. Размером 1 на 1 сантиметр. Почему размером? 6 сотых. 6 сотых. Размером 1 на 1 сантиметр. Теперь, если мы разрезаем и дошли к месту представления, то как соотношение поверхности к объему увеличивается или уменьшается? А теперь представьте, что мы возьмем самый тонкий возможный материал. Одноатомный слой атомный. Один слой атомный. Какие будут соотношения поверхности к объему? Бесконечности. Ну, это можно почитать. Мы сейчас не будем этого делать. Хотя с первым курсом мы и считаем. Поверхности, плоскости и сфер. Как считать? Плоскость. Кубов? Ну, это самая простая модель. Так. То есть, мы нарезаем этот куркут на обматанную плоскость. Что у нас получается по соотношению поверхности к нам? Попробуйте. Если вам вдруг станет слышно во время лекции, то вы можете этим понимать. И такие материалы нам интересны в том числе и электроники. Вот такой материал. Он называется графин. Я думаю, что многие из вас слышали графин. Правда? Хорошо. Человек вот так интересен. Он является проводником. Прекрасным проводником. Для него бывает огромной прекрасной прочности. И является антической прозрачностью. Он управляющий материал в эти кучи. Однако, если мы хотим построить какую-то электронную схему из этого материала, то, естественно, человек получится. Он может состоять только из проводников. А есть материал, который называется оксидом графин. Это графин, которые присоединены функциональные группы, сближающие кислородам. Такой материал имеет коричневатый акцент. Имеется теоретом. Если мы подозрём ему внешнюю энергию в виде химических реагентов, тепла или лазерного излучения, то мы можем удалить группу функциональной и восстановить его до проводящего состояния. Вот это видеоэксперимент. Так выглядит поверхность коричневатого цвета. И лазером мы можем нарисовать на лазерном гравировальном станке практически любую проводящую схему. В том числе кошку, наряженную ёлку и естественные электроды. Вот два таких участка восстановленного оксида графена. Они являются проводящими, через них запитан светоизлучающий диод. Но есть всё-таки у него некоторые ограничения. Восстановление никогда не является полным. Удаление групп с содержанием кислорода оставляет за собой некоторые дефекты. Он не станет таким идеальным материалом, как графен. Поэтому именно его называют восстановленный оксид графена, а не графен. Зачем это нужно и при чём здесь электроника? Мы знаем, что прошло очень много времени от первых чёрно-белых дисплеев и простых телефонов к современным гибким дисплеям. Но если мы говорим о носимой электронике, то нам нужны совсем другие сенсоры. И многие верят, что это следующий этап и следующий шаг эволюции электроники, её развития. Вам понадобится носимая электроника, которая может контактировать с телом, снимать его сигналы, не вызывая, естественно, никакого раздражения или отторжения тела. Она должна быть гибкой, биосовместимой и так далее. И, соответственно, нам нужны новые материалы. Такими материалами может быть такой восстановленный оксид графена, потому что он на данный момент отвечает этим требованиям. Вот это пример электронной татуировки. Сейчас появляется большое количество работ на сенсорах, в основном безъестивных сенсорах, которые наносятся напрямую на кожу и считывают сердечный ритм, считывают сокращение мышц, дыхание и так далее. Преимущество этой технологии, кроме того, что мы получаем новый материал с новыми свойствами, второе преимущество – это то, что она дешевле. Сам оксид графена и его восстановление в таком варианте не требуют использования масок и резистов. В таком варианте мы это делаем на гравюре. И этот гравюр можно купить на Алиэкспресс за 5000 рублей и сделать дома свою собственную гибкую электронику. Это действительно гравюр, купленный на Алиэкспресс. Вот посмотрите, что можно сделать на основе такого материала. Это электрохимический сенсор. Суть здесь в том, что мы используем эти гибкие электроды как электроды для электрохимии, для электрохимического анализа. И мы осаждаем сюда наноантенны, которые позволяют нам, кроме электрохимического анализа, проводить оптический анализ. Таким образом, мы применяем сразу два метода на маленьком объеме вещества и можем получить большую специфичность анализа. И тоже, возможно, мы сможем в будущем различить большее количество компонент в смеси. Для того, чтобы продемонстрировать применимость этого материала в качестве носимой электроники, мы сделали такой биоэлектрод, где мы заменяем обычный гель. То есть обычный электрод состоит из проводника электрода, состоящего из хлорида серебра, на который сверху нанесен электролитический гель. Это необходимо для изменения тока с ионного на электронный, для передачи токов одного рода, которые находятся в теле, и на электронное устройство, где происходят электронные токи. Такой электрод на основе восстановленного ксидогофена работает без геля. В течение двух недель его носил наш пациент, и мы увидели прекрасную стабильность такого электрода. И если мы хотим нанести на кожу и сделать из этого носимую электронику, то нам нужно пойти дальше. Нам нужно, кроме того, увеличить потенциал того, что мы делаем, например, разрабатывая сенсоры. На данный момент мы сделали сенсоры дыхания. Это резистивные сенсоры, то есть пока сенсоры температуры и сенсоры изгиба. Вот в качестве примера у Гены надет на пальцы такой прототип. Видите, сенсор изгиба находится на задней стороне, и он им контролирует ковш экскаватора. Это на самом деле достаточно простая технология, но это показывает вам потенциал того, что можно сделать с таким материалом. И что самое замечательное, чего мы никогда не ожидали, когда мы начали работать с этими материалами, то, что сочетание подложек, сочетание материала и технологий дает нам этот сенсор, который является стабильным в воде и который является стабильным механическим повреждением. То есть можно взять скрепку и постараться его поцарапать, и у вас это не получится. Сенсор выдержит такое воздействие. Ну, замечательные материалы, правда, наноматериалы, и вообще много о них слышали, и о наночастицах в том числе. Как мы их изучаем? Ведь у нас есть оптический микроскоп, традиционная технология, который ограничен дифракционным пределом. Я думаю, что также все те, кто знакомы с атомной силовой микроскопией и те, кто знакомы с литографией, понимают, о чем я говорю. Дифракционный предел ограничивает достижимое разрешение половиной длиной волны. Для самой лучшей оптики погружаемые иммерсионные линзы числовая апертура составляет 1,4. Соответственно, примерно половина длины волны составляет радиус пятна 250 нанометров. Этого недостаточно, чтобы рассмотреть наночастицы или даже хлопья графена, хлопья оксида графена в наших материалах. Этого достаточно, чтобы увидеть клетку, тем не менее. Так, что же мы делаем? Мы используем законы уже ближнепольных взаимодействий. Эта методика называется методика сканирующей зондовой микроскопии. Используется игла или зонд, которая каким-то образом взаимодействует с подложкой. Это взаимодействие может быть как механические вандервальцевские силы между зондом и подложкой, так и туннельный ток для проводящих образцов. Тогда это называется сканирующей туннельной микроскопией. Ток, проходящий между зондом и подложкой, будет экспоненциально зависеть от расстояния. Такая технология оказывается очень чувствительной. И разрешение, достигаемое с помощью такой технологии, достигает отдельных атомов. Эта работа получила Нобелевский приз по физике в 1986 году, потому что эта поверхность кремния, перестройки поверхности кремния 1.1.1 была впервые экспериментально доказана, именно используя сканирующую туннельную микроскопию. Также можно переносить отдельные атомы, выстраивая из них совершенно любые рисунки, в том числе смайлики. Это поверхность серебра 1.1.1, но, видите, при очень низкой температуре, потому что иначе бы движение атомов не позволило им оставаться в течение такого долгого времени на поверхности. Более универсальный метод, который, тем не менее, дает худшее разрешение, это атомосиловая микроскопия. В этом случае мы используем зонд, который закреплен на кантиливере. И кантиливер смещается вверх и вниз благодаря взаимодействиям, вандервальцевским взаимодействиям между зондом и поверхностью. При этом, когда он колеблется, мы считываем фотодиодом отклонение лазера от его поверхности. И это позволяет нам увидеть изменения, которые составляют нанометры и доли нанометров. Вот в качестве примера сейчас вы увидели анимацию того, как зонд сканирует нанообъект. Заметьте, этот скан не идеален. Он отражает в том числе и форму зонда. Но мы теперь можем увидеть нанообъект, который мы не могли увидеть, используя оптический микроскоп. Если мы используем метод полуконтактного режима, где у нас зонд не постоянно находится в контакте, а осциллирует благодаря внешнему источнику, внешнему пизоэлектрическому мотору, то мы получаем, соответственно, точно так же изображение. Так, теперь, сканируя по поверхности, мы можем восстановить, как она выглядела изначально. И в качестве примера это слой двумерного материала селенида галия. Мы видим его толщину в разных областях поверхности. Мы видим ступеньки на графитовой подложке и ступеньки и дефекты на самом селениде галия. Для наночастиц нам очень важно в том числе знать форму таких наночастиц, потому что они определяют свойства поверхности, определяются ориентацией поверхности. И определить ориентацию можно в том числе по форме. Это наночастицы оксида железа. Есть огромное количество работ, которые изучают статистическое распределение этих частиц в зависимости от метода их синтеза. И вы видите вот на этом изображении просвечивающей электронной микроскопии, что здесь можно судить о появлении ромбов, шестиугольных форм проекций и так далее. Но если вы посмотрите на атомно-силовую микроскопию, то они всегда имеют одну и ту же форму. То есть получается, что когда вы работаете в просвечивающей электронной микроскопии, вы смотрите на проекцию. Соответственно, вот эта форма и вот эта форма на самом деле могут являться проекцией одного и того же объекта. Какого? Конечно, цилиндра. Соответственно, просвечивающая электронная микроскопия не дает нам нужной информации о форме объекта в данном случае. Но используя атомно-силовую микроскопию, это можно выяснить. Но что по поводу химического состава? Мы сейчас увидели форму, но этого, очевидно, недостаточно. Мы хотим знать, из чего состоит вещество, которое мы сделали. Есть ли это оксид графена или это графен? Какое количество дефектов у нас находится на каждом участке и так далее? Как мы можем это определить на нано-размере? Можно, масс-спектроскопия не дает разрешение. Какое разрешение достигается уже спектроскопия? Она дает элементный состав, правильно? Да, это дает, и в том числе многие методы электронной спектроскопии дают элементный состав. Это огромное. Да. Мы работали с несколько другим методом, который в том числе дает информацию о связях между атомами. Здесь вы в качестве примера видите изображение с атомно-силовой микроскопией, это топография. Понятно, что здесь на поверхности мы не представляем, какие материалы, какие элементы находятся на поверхности. Что же это такое? Мы используем метод рамановской спектроскопии. Лазер фокусируется через объектив на некотором объекте, например, углеродная нанотрубка. И затем мы собираем рассеянный свет, обрезаем лазерный пучок и раскладываем пучок на дифракционные решетки. Полученный спектр интенсивности от частоты дает нам информацию уже о частоте колебаний атомов в материале. Колебания, соответственно, если это кристаллический материал, можем называть их фанонами, колебания решетки, которые определяются массой атомов и силой химических связей между ними. Соответственно, мы получаем достаточно полную картину в том числе о напряжениях, о дефектах, о легировании, о температуре и других параметрах. Так, посмотрим на спектр графена или на спектр углеродной нанотрубки. Это спектр углеродной нанотрубки, и посмотрев на него, на самом деле это очень очевидно. Я сейчас поясню вам почему. Вот этот высокий пик, он соответствует колебанию шести атомного кольца углеродных атомов в углеродной нанотрубке. Причем, посмотрите, у него есть левый пик сателлит, который появляется из-за того, что нанотрубка имеет кольцевую форму. Поэтому колебания вдоль нанотрубки дает нам одну частоту, а колебания этих же атомов поперек нанотрубки дает нам другую частоту. Вот этот пик, который называется D, в обычной спектроскопии является запрещенным. Однако при наличии дефектов он разрешен, и поэтому его интенсивность говорит нам о количестве дефектов. Вот эта мода называется модой, дыхательной модой нанотрубки. То есть это то, как нанотрубка расширяется, с какой частотой она расширяется. Оно зависит от хиральности и диаметра нанотрубки. А значит, проанализировав этот спектр, мы можем получить информацию обо всех этих параметрах. Ну, конечно, некоторые из них сложнее извлечь, чем другие. Иногда у нас появляются вопросы, как нам отличить один от другого. Но спектр углеродной трубки достаточно хорошо изучен, и можно независимо отличить, например, легирование, дефекты, напряжение и так далее. Так, теперь вернемся опять к нашему вопросу. Если мы хотим применить рамановскую спектроскопию для химического анализа нанообъектов, мы сталкиваемся с вопросом дифракционного предела. Ведь мы используем оптику, мы используем обычный объектив, мы ограничены половиной длины волны. Так вопрос, можно ли сделать рамановскую спектроскопию нано? И вообще любые методы оптической спектроскопии. И, очевидно, если я задаю этот вопрос на этой лекции, то ответ должен быть да. Хотя вы, наверное, не очень уверены, как же это можно сделать. И это связано с наличием наноантенн. Наноантенна – это наночастица металлическая, которая при наличии внешнего электрического поля формирует за счет смещения электронного облака диполь электрический. Поле этого диполя является максимальным, когда диэлектрическая функция металла равняется минус 2 диэлектрической функции среды. То есть если у нас частица находится в воздухе, материал, у которого диэлектрическая функция будет минус 2, даст нам резонансное усиление электрического поля. И вот пример такого расчета. На самом деле вы, конечно, ожидаете здесь бесконечность, но бесконечность невозможна ни в численных методах, и в реальности минус 2 без потерь не бывает. Поэтому это просто максимальное усиление, возможное для наночастиц. И когда мы работаем со спектроскопией, у нас есть входящее поле. Интенсивность пропорциональна квадрату электрического поля. Поэтому входящее поле увеличивается в Е в квадрат раз, в Е в квадрат раз, и рассеянное поле увеличивается в Е в квадрат раз. Таким образом мы получаем усиление в четвертой степени. И для такой наночастицы у нас будет усиление сигнала уже оптического в восьмой степени. Это реалистичные числа, которые мы действительно можем увидеть в эксперименте. Можно увидеть и более высокие значения в эксперименте. На самом деле также нам нужно учитывать, как и в радиоантеннах, нам нужно учитывать и форму, и размер наночастиц, и материалы, с которого они состоят. Но основополагающий принцип – резонансное колебание электронного облака. И вот посмотрите, для разных наночастиц, разных размеров, мы получаем резонансы в разных спектральных областях и, соответственно, разный цвет наночастиц. Этот эффект называется плазмонным резонансом и использовался в том числе в окнах собора Нотр-Дам-де-Пари, который был построен задолго до того, как понялись, как работает плазмон. Тем не менее фотографии интернет сохранил. Наночастицы используются сейчас очень много в том числе в медицинских применениях. Для этого их очень серьезно модифицируют. Их покрывают несколькими покрытиями. Это покрытие обычно содержит полиэтиленгликоль, которая делает их более биосовместимыми и незаметными для организма и его иммунной системы. Также есть некоторое лекарство или какой-то терапевтический агент, таргетные тела, то есть антитела, которые присоединяются к молекулам, белкам в теле человека, чтобы наночастицы сконцентрировались в определенном органе. И точно так же то же самое применяется для золотых наночастиц, для таких наноантенн. Вот в качестве примера такая наночастица, которая функционализирована, как вы видите, целым набором молекул. И мышь, у одной из этих мышей есть раковая опухоль в одной области. И эти наночастицы функционализированы так, чтобы накапливаться в области опухоли. И они накапливаются в области опухоли, мы их видим через рамоновский спектр, который вы видите сверху. И в другом месте, то есть в печени, спектра от наночастиц мы не видим. И, соответственно, в этой области опухоли нет. Это такое использование наночастиц в подходе, который называется терраностикой. То есть мы одновременно можем диагностировать болезнь. И в случае золотых наночастиц они нагреваются под воздействием лазерного света и могут при правильной мощности локально выжигать такую опухоль. И в качестве примера я вам покажу одну из подложек для такой усиленной спектроскопии, которую мы сделали. Ее прелесть в том, что она изготавливается очень простым способом. Это электрохимическое восстановление, которое делается буквально в течение нескольких минут из раствора на любой проводящей поверхности, например, на монетке, вы можете получить набор наночастиц. И такая поверхность будет стоить буквально 10 центов. Самое интересное, что есть поверхности, которые коммерчески доступны для усиления сигналов. И для сравнения одна такая подложка коммерчески доступная, сейчас, правда, они уже не продаются, стоит 70 долларов, но сигнал от нее при этом, вы видите вот этот синий сигнал, сигнал от нее при этом меньше, чем от нашей 10-центовой подложки. И вот поверхность, черная линия, это сигнал, который мы получаем без использования какой-либо усиливающей подложки, без использования нано-антенн. Итак, мы говорим об усилении сигнала с сохранением химической информации о молекуле, которую мы изучаем. Так, мы берем наши плазмоны, которые находятся на наночастице. И теперь мы сделаем следующее. Мы используем вот этот диполь и поместим его на зонд атомно-силового микроскопа. Этот метод называется методом локально усиленной поверхности романской спектроскопии. И разрешение в нем теперь определяется не дифракционным пределом, а оно определяется размером нано-антенны. Потому что усиление настолько высоко и настолько локализовано. Вот в качестве примера для того, чтобы это было проще себе представить, это численное моделирование поля вокруг такой нано-антенны радиусом 10 нанометров. Поле, как вы видите, локализовано в основном в области очень близкое в пределах 50 нанометров от поверхности. И сделать такие зонды для атомно-силовой микроскопии не очень легкая задача. В основном их покрывают металлом, который, к сожалению, легко отслаивается. Это зонды, которые мы используем в нашей лаборатории. Это цельнометаллические зонды, которые изготавливаются из золота и заостряются методом электрохимического отравления. И это наша первая установка, которую мы собрали в Хемнице. Справа рамановский спектрометр. Лазер выходит из микроскопа и через систему оптического соединения фокусируется на зонде атомно-силовом микроскопа. Он находится вот здесь, в атомно-силовом микроскопе. Как видите, нам пришлось модифицировать эту систему. Все части алюминиевые – это то, что мы переделали. И вот так выглядит зонд в обычный оптический микроскоп. Сам зонд, лазер и его отражение в подложке. Для большей точности, потому что нам теперь нужна наноточность, мы используем пьезоэлектрические детали на зеркалах, пьезоэлектрические моторы на зеркалах и на объективе для фокусировки. И это позволяет получать нам теперь об этих поверхностях химическую информацию с наноразрешением. Вот это самая поверхность. Теперь давайте посмотрим, как она выглядит методом локально усиленной рамоновской спектроскопии. Это типичные спектры. Если вы внимательно слушали, вы, возможно, узнаете спектр углеродной нанотрубки. Мода шести атомного углеродного кольца вдоль трубки и поперек трубки. Эта мода соответствует наличию дефектов. Если мы посмотрим на ее интенсивность, мы увидим здесь такой, все время сложно мне найти русское слово, флейк, справа, и некоторые дефектные области выстроены вдоль одной линии. Посмотрев на область 2D, это более высокий порядок, он интенсивен, когда у нас малое количество дефектов, мы видим, что здесь у нас находится нанотрубка. На самом деле это целый пучок нанотрубок. Если мы внимательно изучим спектр, мы можем сказать примерно, где у нас меняется количество нанотрубок в этом пучке. И, наконец, вот эта мода соответствует наличию фуллеренов, потому что это колебания пятиатомного углеродного кольца, которое присутствует только в фуллеренах. И у нас есть две позиции, где фуллерены находятся. И вот композитное целое изображение той самой поверхности, которую мы видели в атомно-силовом микроскопе, только теперь с химической информацией. Углеродная нанотрубка, оксид графена или графен с большим количеством дефектов и некоторое количество фуллеренов. И для сравнения это размер лазерного пятна. То есть это то разрешение, которое мы должны ожидать, если мы бы делали оптическое изображение. И сечение поперек нанотрубки. Здесь для того, чтобы сделать большую достаточно картинку, шаг был взят 15 нм. Поэтому мы видим буквально от одного пикселя к следующему нет сигнала, есть сигнал. То есть реально у нас разрешение несколько лучше, чем 15 нм. Но по этому изображению можем сказать только, что оно ограничено размером шага. И это определенно меньше, чем дифракционный предел, который нам позволяет получить лазер. Так, оптическое состояние поверхности. Что по поводу более полезных применений, может быть, что до пананоэлектроники? Это канал транзистора, у которого в канале находятся углеродные нанотрубки. На самом деле изображение вот такого канала получить гораздо сложнее. Предыдущее изображение было получено на золотой поверхности. Это дает нам преимущество за счет ограничения электромагнитного поля. Здесь канал, естественно, находится на диэлектрике. Диэлектрик нам в какой-то степени мешает. Но, тем не менее, посмотрите, это картинка, которая создана из спектрального изображения этой области. Это интенсивность моды G, то есть моды углерода. По ней мы видим расположение углеродных нанотрубок. И, соответственно, отдельные спектры в разных точках 4, 3, 1, 2. Вы их можете все проследить. В них мы можем увидеть, например, в точке 2, мы можем увидеть гораздо большую концентрацию дефектов. Соответственно, мы уже в канале видим, что у нас происходит с нанотрубками. И мы можем параллельно измерять ток через эту нанотрубку и смотреть, как это влияет на ток транзистора. И, как вы видите, это гораздо меньшее разрешение, гораздо лучшее разрешение, чем дифракционный предел. Еще несколько примеров. Это измерение слоя десульфида молибдена, двухмерный полупроводник, который осажен на поверхность из наноантенн. Это золотые треугольники. И, посмотрев на спектры на углах этих наноантенн, можно увидеть напряжение в этом слое с разрешением нанометры. Ну и, наконец, можно разработать целый ряд близких по логике методов, которые основаны на одновременном использовании оптических методов и методов атомно-силовой микроскопии. В данном случае мы облучаем материал лазером, и за счет его теплового расширения мы можем измерить изменения в высоте, малое изменение в высоте материала, используя атомно-силовой микроскоп. И разрешение такого метода получилось около 4 нанометров. На этом я бы хотела закончить. Я надеюсь, что у вас есть вопросы. И прежде чем я завершу лекцию, я хотела бы пригласить вас в том числе к нам в Томский политехнический университет на магистрские или аспирантские программы, если вас что-то заинтересовало, какое-то из направлений исследований. И я очень надеюсь, что у вас будут ко мне вопросы. Пожалуйста, вы можете зайти на наш сайт и изучить, чем мы занимаемся более подробно. Пожалуйста, вопросы. У нас есть два варианта. Мы можем сделать поверхность с наноантеннами и нанести молекулу на него. Это то, что мы делаем вот в этом варианте. То есть это нам просто дает лучшую чувствительность. Да, это нам дает лучшую чувствительность. Если мы хотим получить изображение, то нам нужно контролировать положение наноантенны по отношению к структуре. Тогда мы используем зонды. То есть в отличие из зонды имеются? Да. Ваши усовершенствованные зонки с разрешением 4 мм. Что можно благодаря такому разрешению определить? Атом может водорода или атом гелия? Ну, если смотреть, что константа решетки обычно 3-4 ангстрема, между тремя и тремя ангстремами, то атом водорода будет гораздо меньше, чем 4 нанометра. То есть с разрешения в 4 нанометра мы можем в какой-то степени оценить оптическое поглощение материала или его локальный нагрев. Вот это тот эксперимент, который я вам показала. Когда речь идет о терсе, это не наши результаты будут, это будут результаты наших коллег. То есть я вам показала разрешение, мы достигли разрешения с терсом менее 10 нанометров, 7 нанометров. Но сейчас показано несколько работ при ультранизких температурах, где разрешение химическое меньше, чем молекула. То есть можно действительно увидеть структуру молекулы как поатомно и колебания в разных частях молекулы, как они друг от друга отличаются. Но для этого она на температуру есть. Да, для этого необходима низкая температура. Лучшее разрешение, достигнутое при комнатной температуре 1,7 нанометров. Скажите, ты знакомы с работами СОНГа 1982 года? Нет, я думаю, нет. Полевой онный микроскоп, исследование атоматного разрешения, поведение единичных атомов кремния на поверхности вальфрама. Нет, я не знакома с этими работами. Ну вот, было бы интересно. И более поздние работы – это определение химической природы одного атома с помощью полевого микроскопа. Да, есть несколько методов на самом деле. Ну да, тут стоит мне поправить немножко, чтобы не было никакой недопонимания, что это единственный метод. Естественно, нет. Есть методы, в том числе, взаимодействия на уровне одного атома, взаимодействия между зондом и атомом, где можно определить по силе взаимодействия атом, природу этого атома. Есть подходы просвечивающей электронной микроскопии, которые позволяют с очень высоким разрешением определять буквально, какие атомные слои где находятся. Это не методика, которая… То есть это методика, которая позволит, может быть, исследовать какие-то объекты, которые не позволят исследовать просвечивающую электронную микроскопию. Может быть. Но это еще один инструмент в наборе инструментов для определения химической природы. А как вы можете сравнить эти результаты, в общем-то, фундаментальные исследования идиничных атомов? Это очень интересная область науки. Вот у вас, правда, не было атомного разрешения пока, а вот полевой микроскоп, он имеет атомное разрешение, то есть один инструмент разрешения. Да, мы работаем с атомно-силовым микроскопом, атомное разрешение с этим инструментом не достижим. То есть полевая ионная микроскопия, у вас есть какие-то пересечения с этой областью? Да, то есть есть методики. То, что я показала, было основано на атомно-силовом микроскопе. Если сделать аналогично, оптически соединить туннельный микроскоп с оптическими методиками, то можно получить то, о чем я говорила, субмолекулярное разрешение. На данный момент, насколько я знаю, существует только две работы, которые это сделали. Ну, это понятно. А в сравнении с ионной микроскопией, там, значит, вольфрамовое острие, да, оно покрытое лимонофором, и на нем изображается один атом, да, в виде яркой точки. Второе, а то в виде яркой точки, и так далее. То есть межатонное расстояние хорошо видно. Я вот сам на этом микроскопе работал на Стрелу, Харькове, Царанске. А мне сейчас немного сложно сделать прямое сравнение, потому что я с этой техникой напрямую не работала. Не работали, да? То есть эти новые исследования, пересечений у вас нет с этими работами? Пока нет. Пока нет ни одного, нет пересечений, о которых бы я знала ни в литературе, ни в нашем опыте. Спасибо.